Учить надо самих учителей. Министерство образования задумалось о подготовке кадров, хорошо владеющих техникой. Новые разработки внедрили в детские сады и в школы. Что еще придумали для детей, чтобы им учиться было интересно? Инна Данилова побывала на коллегии ведомства. Мультфильм как форма обучения, игра как способ запоминания новых слов. Так, с помощью нового мультимедийного приложения в школах первокашек учат татарскому языку. Когда он только приходит в школу, ему естественно интереснее игра, потому что он еще не совсем вышел из этого возраста. Поэтому и задания ему даются в форме игры. И таких обучающих ноу-хау не только в современной школе, но и в детских садах все больше. Теперь повсюду есть ноутбуки и проекционная техника, но не во всех детских учреждениях есть интернет. Другая проблема. Сложное оборудование предполагает обслуживание на профессиональном уровне. Органы управления образованием таких специалистов не имеют. Рассмотреть бы вопрос организации служб технической поддержки. В последние годы построено много детских садов, но резко уменьшилось количество ясельных групп, что крайне неудобно для родителей. На это министр образования обратил особое внимание, как и на факты поборов в детских садах и школах. На это в 2013 году пожаловались более 60 родителей. Озабоченность министра вызывает детская преступность и факты суицидов школьников. Сложившаяся система работы школьных психологов сегодня также нас не устраивает. Она сводится лишь к бесконечным тестированиям. Не дорабатывают и заместители директоров, и классные руководители. Проблема профессионального образования – это ветхая материальная база, устаревшие программы и низкая зарплата преподавателей. А в высшем – перенасыщенность выпускников одних специальностей на рынке труда и недостаток других. Это задача, которую предстоит решать в том числе и в наступившем году. Ибо не были наши преобразования, я убежденный сторонник того, что школа, система образования является в первую очередь системой создания у детей и молодежи духовно-нравственных ценностей и бережного отношения к культуре и истории нашей республики и нашей страны.